ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот оно! Шепчет, движок шепчет. Вот красавчик. Джима, красавчик. Я Сереге говорю, Серега, останьте на Новый год дома. Говорит, нихера, поеду на шарик, в 12 часов ночи. Вот это перевозим теперь. Я буду сейчас снимать. Кофе попить на шарике или что-то, на мотоцикле. Обязательно. Вопрос знатокам. Как перегонять мод, когда на улице вот эта такая холодина? 30-е. 30-е декабря, и вот реально лед. Как мод их перегонять? А если надо? А вот так. Показываем, Русик, открывай. Вот. Становится мотоцикл и перегоняется. Но фишка в том, что нету крепления дополнительных. Никак, никаких у нас... Ладно, зато свет есть. Радуйся, что свет есть. Зато свет есть, да. Никаких креплений, растяжки поставить невозможно и просто нереально. Поэтому приходится всю дорогу мне сидеть на мотоцикле. Показывай, Мир, доска. Русик рулит. Вот вот такая доска. Подъем, конечно, у машины очень высокий. Очень высокий. И было, Малеха, стремно его загонять, потому что он днищем начинает цепляться за угол. Ну, не знаю, как будем скатывать. Там Стас нам поможет. Что я хочу рассказать? Итак, внимание. Опа! Русик, снимай, я буду рассказывать. Итак, самое главное, что? Это самое главное, уверенность сидеть на мотоцикле. На мотоцикле, уверенно. Короче, зажимаем. Зажимаем ножкой, зажимаем ручкой. И сидим, едем. А на какой передаче вы едете? Не забудьте поставить на первую передачу, да, потому что скользко. Не, ну шутка. Он даже на передачу, я его не ставил. Я просто ногами зажимал тормоз. Единственное, что на колто... Не побоюсь, как восток от колтоебинах. Но вот когда начинает шатать машину, самое главное, центр тяжести не перевалить вправо. И поэтому приходится закладывать в повороты. Закладывать, не держать, чтобы мотоцикл не шкивало. Ну, в принципе, дорога везде ровная. И поэтому вот 10 километров, 7-10 километров мы проехали нормально. Но теперь будет самое интересное. Мы будем все дружно это все смотреть. Да, ну, показывать. Мы его втроем, конечно, сюда запихнули. Нормально. Самое интересное, как мы будем его сказать. Потому что вот эта доска, она начинает уже гулять. И все-таки 270 килограмм. Хрен его знает. На руках вынесет, Сережа. Я, конечно, сниму, но я переживаю очень сильно, чтобы мы тут не опозорились. Здесь интернет, блин. Ладно, поехали дальше. Сейчас покурим, дунем. Вот, покурим, не дунем. Да, мы перекрикиваемся через вот эту стену. Алло, ты там нормально? Я нормально. Не газую. Не газую. Пару километров рвануть. И будем дома. Самое приключение, как мы будем скатывать. Ты его поставь, где-то в стороне. На камеру поставил. Капец. А? Я боюсь. Мы его еле закатили, конечно, там доска уже прогибается. Вот это он в конце сказал фразу, чтобы она не сломалась. Чтобы она не сломалась, блин. Вот это он зря сказал. Там Стас уже готовится, уже гараж расчищает. Сейчас приедем, загоним мотор. Все, поехали. Оп. Серега, гадим мотоцикл. Вот мы уже. Мотоцикл еще быстрее. Вот мы уже и на базе. Стас нас заждался. Моток свой выгнал. Сейчас пойдем посмотрим. Покатаемся, может, чуть-чуть? Там маньяк такой, я тебе говорю. Поехали на шарик. Тихонечко, тихонечко. Давай. Мягче, мягче, мягче. Не газуй, не газуй. Чуть-чуть. Газку чуть-чуть, не палит сцепление. Давай. Палится сцепление. Когда на высоких оборотах играешь сцепление, медленно отпускаешь. Вот из-за этого. Конструкция, конечно. Такое. Ну он, да, он его посунет еще. О, пошел, пошел быстрее. Все. Спасибо. Фух. Грель на доску. Она последнюю жизнь прожила здесь. Классная доска. Не нужна? Поздравляю. Русик, респект. Благодарю вас. Сними, как я буду кататься. До сих пор адреналин. Давай. Поехали на шарик. Красота. Мэш. О, тихо, 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 тихо. Там вы ж валите. Тихо, тихо, тихо. Ты что, справа валите? Аккуратненько, аккуратненько. Все работает. Все работает. Подожди, подожди. Подожди. Да, да, да. Опа, хорошо. Правее. Отлично. Маленький вперед. Тихо. Маленький назад. И поехали сразу в баню. Опа. До весны. В баньку. В баньку. К чему все это было? Я забрал у меня. Кого? Все забрал. Да, шлем забрал. Все забрал. Вот. Новые цепи ГРМ. Сцепление. Там все сделано четенько. Поэтому пришлось сегодня его перегонять. Потому что Димончик провокатор все сделал. Все четко, красиво. Все здорово. Теперь даже не хочется его продавать. Потому что мотоцикл практически в идеале. Вот так вот. Будем все не обмывать, да? К тому же лучше первого. Да, да, первого. Через два дня. Вы здесь будете встречаться? Да. Мы встретимся в пожаре мяса. Давай. Давай. Первого числа мы в пожаре мяса. Ну что, друзья. Вот и под замком, под надежным. Мой байк готов к зимовке. Не обязательно отапливаемый гараж, не отапливаемый. Не важно. Главное, чтобы не образовывался конденсат. И не было перепадов температур. Вот. Поэтому я его просто набросил чехлом. Никаких там завязок, закруток, утепления. Чтоб, как я говорил, не образовывалась влага. И потом ничего не ржавело. То есть, чтобы мотоцикл не терял товарный вид. Вот. Аккумулятор снят. Бак заполнен. Никаких супер смазок я не использую. Это уже. Я уже тысячу раз так делал. Все нормально. Главное, чтобы не было грязища на мотоцикле. И не был он свежевымыт. Чтобы, опять же, из-за влаги. Ну, а в новом году я хочу пожелать вам новых впечатлений, новых эмоций, новых путешествий. И, наконец-то, в этом году я уже путешествовать буду с GoPro. Куда, правда, еще не знаю. Но будут классные видосы. И я еще сделаю много обзоров по тем балканским странам, где я был. Ну и, естественно, для тех, кому интересно, расскажу, с чего начинать свои путешествия и как экономно путешествовать. На чем можно сэкономить. Как можно за небольшие деньги посмотреть мир. Давайте, ребята, удачи в новом году. Увидимся. Пока.